Привет, я Маша, и да, сегодня мы распаковываем книжную посылку, а также разговариваем о моих последних событиях жизни. Первая часть видео будет болтологическая, поэтому если вы пришли сюда исключительно за книжными покупками, то смело проматывайте вперед. Ну а для тех, кто хочет меня послушать, предлагаю устраиваться поудобнее, брать вкусняшки, брать что-нибудь попить обязательно. У меня сегодня водичка с трубочкой, ну просто как бы надоело постоянно мыть кружку после помады, остатков ее. И один из моих самых любимых десертов, сладостей, это вот такие пастилки из яблока, из слив, вообще там разные вкусы есть, обожаю, не могу. Особенно вот так вот их отлеплять. Божественно. Я немножко выпала из ютуба по следующим причинам. Во-первых, я заболела, это, наверное, можно услышать по моему голосу, я немного в нос говорю, еще у меня кашель. Но сейчас, вот спустя сколько я там дней, 4-5 болею, мне стало в разы легче. Я села снимать видео, нашла на это время, ура, наконец-то. Я еще не вылечилась до конца, естественно, но, правда, в разы лучше себя чувствую. Надеюсь, что скоро я полностью выздоровлю, потому что, ну, как бы на улице летом, можно сказать, у нас 30-35 градусов на улице. А я болею, так вообще как? Из-за того, что у меня кашель, я долго говорить не могу. Не знаю, сколько я по времени буду снимать это видео, потому что после каждой фразы я останавливаюсь и молчу вот так вот, жду, пока горло чуть-чуть успокоится. Ладно, это первая причина. Вторая причина, это всем известно, что сейчас идет закрытие всех, всего, чего только можно. У кого-то в университете закрываются предметы, у кого-то в школе, кто-то там экзамены сдает, кто-то диплом пишет, в общем, конец года одним словом. И так как я сейчас в статусе студент, естественно, у меня тоже весь этот процесс происходит, и в этом году мне приходится мучиться с философией. У нас в университете очень любят коллоквиумы, если что, это сдача по билетам, как раньше и делали. Просто учишь билеты, потом приходишь, либо устно сдаешь, либо письменно, и потом сдаешь, в общем, та еще фигня. И если кто проходил философию, изучал ее, то, наверное, меня сейчас прекрасно поймет. Это так сложно, учить эту всю философию, запоминать все эти фамилии всех философов, мыслителей. Боюсь, если я сейчас начну очень подробно рассказывать о том, как я подготавливаюсь к этому предмету, у меня не хватит и получаса. Так что я просто скажу, что в любое свободное время я учу философию. Вот я не отдыхаю, я не читаю, я просто учу философию. И мы плавно переходим к тому, что я сейчас читаю, и как оно продвигается в связи со всеми этими событиями. На данный момент я знакомлюсь с Робертом Макаманом «Жизнь мальчишки». Прекрасная книга, могу так сказать. И, к сожалению, правда, если раньше я все свое свободное время посвящала книгам, то сейчас я просто не понимаю, куда вклинить чтение, потому что при любой удобной возможности, повторяюсь, я начинаю учить философию. Но скоро это все закончится. Вот через 3-4 дня я должна буду ее сдать. Я надеюсь, я ее сдам. И все пойдет более-менее легче, ровнее, и я вернусь к чтению. Пока что же я осилила практически половину книги, и могу сказать, что это не то произведение, которое прямо вот затягивает. Оно не относится к числу тех, что вы будете читать, не отрываясь ночью. Хотя, возможно, на кого-то это и сработает. Для кого-то так это и будет, но не для меня. Это очень приятная книга, правда, очень приятный рассказ, супер атмосферный. И я неимоверно рада, что я купила именно «Жизнь мальчишки» у Макамена. И как-то, что ли, на жизнь начинаешь смотреть немного проще. Я не знаю, как это объяснить, честно. Ну вот он описывает свою жизнь, свое детство и рассказывает, вот там мы встали, с папой на работу поехали, вот мы в школу, вот мы там с друзьями гулять, играть. И я все это читаю, и мне так сразу же хочется как-то по-другому относиться к жизни легче. В плане не то, что «А, боже, опять надо вставать, куда-то идти» или что-то по типу того, а вот просто. Ну вот оно идет и идет. Событие за событием. Я, наверное, коряво объясняю, но в любом случае это у нас видео не о прочитанном, а просто то, что происходит. И это мои первые впечатления. Да. Думаю, что у Макамена я буду покупать еще произведения. Параллельно что-то еще я не читаю, но слежу, какие выходят новинки, смотрю затем, какие там книжечки у нас есть. И немножко плачу, потому что очень хочется читать, правда, очень хочется читать. Но когда, если вы захотите сказать, Маш, ну так есть же время перед сном, я скажу. Его тоже особо нет, потому что я повторяю то, что я учила днем. Короче, такая ситуация. Но ничего страшного, я нагоню, надеюсь, летом. Потому что, правда, у меня столько новых книг, и вообще, в принципе, столько книг, которые хочется почитать, познакомиться с какими-то авторами. Так что, надеюсь, скоро приступлю к выполнению всех планов. Не забываем про яблочки. Серьезно, это невероятно вкусно. Теперь хотела бы немножко рассказать о своих книжных планах на ближайший месяц, два. После Макамена, скорее всего, не скорее всего, а точно Маша. Я берусь за Керуака в дороге. Говорят, что это супер атмосферная, супер летняя история. А если что, то сезонные книги я люблю. Ну, в плане читать книги по сезонам. Также я хочу прочитать «Арканум» Евгения Гоглоева. Правда, что-то я не посмотрела, когда он там выпустил или не выпустил вторую часть этой серии. Потому что как-то не хочется начать читать, потом все забыть. Также это «Переплет» Бриджит Коллинз. Мне кажется, я слишком сильно отстаю. Все уже знают про эту историю. Там уже новая книга у автора вышла, которая называется «Предательство». А я даже с первой еще не знакомилась. Ну, и не буду доставать слишком далеко. «Граф Монте-Кристо», «Дюма». Да, хочу взяться за эту историю летом. Она довольно объемная. Не знаю, возможно, либо в начале лета, либо уже где-то в августе, прямо перед осенью ее почитать. Так, еще две постилки. И переходим к распаковке. Я подготовилась. Это, наверное, будет самая маленькая распаковка, книжная распаковка на Ютубе, на Буктюбе. Потому что у меня тут всего лишь три книги. Но какие? Я не помню, кстати. Ладно, я помню одну точно. А остальные две. Ладно, я все вспомнила. В общем, сейчас все раскроем. Все покажу. И да, почему самая маленькая распаковка книжная? Да потому что я вот захожу в новинки, смотрю, я хочу очень много. Да я хочу все книги, если честно. Но в то же время я кладу в корзину. И потом я начинаю вот так смотреть на корзину и думать, а точно ли я это хочу? А эту я точно хочу. А эту я точно хочу. И в итоге у меня остается три-четыре книги. То есть, ну, как бы, я не знаю, почему у меня так происходит. Я надеюсь, я исправлюсь. Потому что очень хочется показывать прям огромные книжные покупки. Вообще, мне кажется, это очень интересно. Как вам, так и мне. Но что-то не складывается, Маш. Почему? Почему не складывается? Ладно, давайте, давайте уже вскрывать это все дело. Я надеюсь, вся эта штука вам сильно не шуршит. Вроде микрофон близко ко мне. В любом случае, простите, я не специально. Оу май гад! Как красиво! Я надеюсь, я не спойлерю. Боже мой, это так красиво! Вау! Вау, вау, вау! Вау, боже мой, какая красота! Обалдеть! От лица своего внутреннего книголюба скажу, вернее, выражу благодарность Буг24 за то, что они так хорошо упаковывают все книги. И они просто в идеальнейшем состоянии приходят с этим свежим запахом. Я кайфую. Но от лица внутреннего эколога я просто негодую. Куда столько упаковки? Зачем столько слоев пупырки? Четыре! Четыре листа пупырки! А теперь к книгам. Надо успокоиться, подождите. Итак. Кстати, все книги, которые я получила, летние. И первое у нас тут, это продолжение шолоха. Вау! Как это вкусно пахнет! О, боже мой! Ой, как красиво! Тут еще и карта внутри есть! Смотрите, какая красота у меня теперь есть! И шолох теневые блики, и тень разрастается. На обложке первой части у нас Тинави, главная героиня, а тут у нас Полынь. Ой, я так предвкушаю! Кажется, Кейрок будет ждать. Я не могу оставить эту историю незаконченной. Вообще, ну, вау! Кстати, да, по первой книге я делала 24-часовой марафон чтения. Так что, если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Я старалась его сделать максимально атмосферным. И, кстати, у первой части страницы пожелтее, чем у второй. Идеально! 544 страницы. Очень круто! И вы видите это количество закладок? Мне кажется, вот тут будет даже больше. Так, ну что же, следующая книга — это «Дом, в котором горит свет». Эльчин Сафарли. Ну, вроде бы правильно сказала. Очень красивая книга и очень маленькая. Посмотрите, она, ну, она малютка, правда, вот. В ладошку у меня помещается. Как она хрустит! Она супер маленькая, здесь меньше 300 страниц. И я так понимаю, каждая глава как какой-то совет. Не бойся, ты не одна, вот, например. Это как письма, что ли? В общем, я не знаю, что думать пока что об этой книге. Сейчас немного расстроена, потому что такой формат я не люблю. Во-первых, маленький формат книги. Во-вторых, то, как написано. То есть вот этими письмами, какими-то такими вот советами жизненными. Я не люблю такие книги. Как она попала ко мне домой, все просто. Я смотрела Леру Жук, и она рассказывала про летние книги. Сказала, что здесь просто невероятная летняя атмосфера. И я ее взяла просто по рекомендации. Ну, ничего, буду знакомиться. В любом случае я ее прочитаю. Она очень коротенькая, мне кажется, прочитается за 1-2 вечера максимум. Ну и последняя книга. Это Теа Обрехт и ее без воды. Она такая новенькая. У нее очень красивая обложка. Мне очень нравится сочетание цветов. И... Вау. И вот этот вот манжет, или как они правильно называются. Пожалуйста, скажите мне, поправьте, что это такое за полусуперобложка. То ли манжета, или как она называется. Я такое не люблю, и поэтому сразу же безжалостно избавляюсь, выбрасываю. Ну скажите, красота. Да. Действия происходят на территории Аризоны. Здесь, в доме, я так понимаю, посередине пустыни, живет женщина, ее муж и маленький ребенок. И вот, по каким-то определенным обстоятельствам, о которых мы, наверное, узнаем в самом начале, она осталась одна с ребенком в пустыне без воды. И параллельно нам рассказывается про преступника, который откуда-то сбежал, если я не ошибаюсь. Нет, он просто был бывшим преступником. И он отправился в экспедицию. Да. И, естественно, этот преступник и вот эта женщина, они встречаются. Это просто каким образом? Как? Почему? Почему они остались без воды? Что за преступник? Что же за женщина? В общем, блин, я хочу читать, я хочу все читать. Кажется, к моим планам на ближайшее время добавляются вот эти три замечательные книги. Шолох однозначно, потому что мне нужно закончить эту историю про этот прекрасный город. Наверное, вот эту я прочитаю прямо после того, как сдам экзамен очень быстренько. И к этой, и к этой хочу. Это же детектив, правильно? Это детектив. Класс, здорово, вау. У меня больше нет слов. Ой, моя душа так радуется. Кстати, чтобы вы понимали, вот эта посылка из трех книг лежала у меня дома, запакованной практически три дня. Такого никогда не случается. И это я возвращаюсь к тому, что у меня действительно мало времени на что-либо, даже на распаковку. Поэтому я решила снять видео и вместе с вами порадоваться моим новым книгам. И на этом все. Спасибо большое, что уделили мне время. Я надеюсь, вам очень понравилось. Пишите в комментариях, знакомы ли вы с этими книгами, как у вас сейчас обстоят дела с вот этими закрытиями экзаменов. Сдаете ли вы что-то, потому что голова уже идет кругом, хочется беззаботного лета. И еще раз большое спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok